Вас будут хлистать кнутом, пока вы не догадаетесь, что надо делать. Как вот этот метод раньше был отвратительный в цирках, когда лошадей заставляли делать фигуры вышел талатажа, лапу поднимать, еще что-то. Их хлистали, пока лошадь не догадается защититься. Это очень как бы отвратительный метод. Вот когда она поднимает лапу, переставали хлистать, все у нее закрепление произошло в голове. Вот так и здесь. Ребята, хлистать будут вас до тех пор, пока вы не сообразите, что отечество есть не только ваша благополучная жизнь, но и ваша жизнь. Это метод вашей защиты в условиях конкуренции наций и войн, которые были всегда в человечестве. Отказались от этого метода. У вас будет жизнь хлистать и оккупанта хлистать, пока вы не догадаетесь обратно поднять этот щит, выкованный вашими дедами и прадедами. Не догадаетесь, значит захлистают за смерть. Вот так и вот через эти теракты, через ужасные происшествия, через внешнюю военную компоненту, через санкции, через арест имущества, через терроризм, через всю совокупность воздействия. Как вы хотите. На планете Земля слабые не живут, они умирают. Остаются сильные. Сила выработана нашими дедами до такой степени, что у нас самая большая в мире страна, то есть самая сильная, иначе бы нам никто не дал этот приз. Отказались от этой силы? Умирайте. Это ваш выбор. Хотите остаться в живых? Поднимайте древнюю силу, на базе которой ваши предки создали это отечество и защитили его. Тут нет других вариантов. Ну кто не понимает, значит ждем дальнейших для него испытаний. Надеюсь поймет.